Жизнь нельзя ограничить тем, что познано уже человеком. Жизнь бесконечно шире и богаче, и полнее областей, охватываемых человеческим сознанием. Невозможно пытаться заключить его в пределы изученного мира, за пределами его беспредельность. Уясним себе, что сфера неосознанного беспредельна больше того, что познал человек. Это будет правильной отправной точкой истинно-научного подхода к вещам и явлениям, подлежащим исследованию. Беспредельность во всем, куда бы ни устремился ум. Ведь все существует в беспредельности, попадая от времени до времени в фокус внимания человека какой-то ограниченной частью. Изучение неразрывно связано с творчеством, с творческой способностью ума. Сфера творчества человечества постоянно расширяется, но оно тоже не имеет предела. Все в человеке ограничено беспредельностью, то есть может расти беспредельно и развиваться. Не кончается ничего, все продолжается в вечность. Человек – это процесс, не имеющий конца в развитии всех его свойств и способностей. Если он чего-то не помнит или еще не знает, это не является препятствием для беспредельного роста его духа. Человек умирает таким, как он мыслит себя, но дух, проявляющийся в данной личности, продолжает жить и собирать через новую личность в новом теле опыт и знания жизни. Не прерывается ничто, все продолжается в беспредельности сущего. И кто-то, достигший ступени непрерываемого сознания, знает уже не отрицаемо на основании опытных накоплений, что он бессмертен и неуничтожаем. Нелепо говорить о бессмертии личном, то есть бессмертии личности, которая уже в силу одной своей ограниченности и связанности со смертным физическим телом, обречена на уничтожение и смерть. Но мы говорим о бессмертии духа. Представьте себе всю абсурдность положения, если бы Гай, Юлий, Цезарь и все прочие личности, умершие давно, продолжали бы существовать, сохраняя личное сознание и всю ограниченность. Насколько это было бы нелепо и как задержало бы эту эволюцию? Вечность и бессмертие для Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны не имели бы смысла. Потому хорошо и во благо людей устроено так, что с личностью своей каждому приходится расставаться. Как пчела собирает нектар с каждого цветка, так и дух человека – опыт с каждого определенного воплощения. Когда придет время, сможет вспомнить он все прошлые, далекие и ближайшие воплощения, чтобы увидеть лицом к лицу тайну себя, но не прежде. Отдельные отрывки можно увидеть и раньше, если сознание позволяет. Полезно понять смысл и значение временного существования личности, чтобы к ней не привязываться, и чтобы не считать это свое временное и призрачное цитаделью и твердынею своего духа. Через десяток или несколько десятков лет она умрет, ничего не оставив после себя, кроме воспоминаний, и нет ей предназначенного места в пантеонах бессмертных. Смысл и значение индивидуальности бессмертной перевоплощающейся триады тоже надо познать, чтобы из личности малой и смертной в нее, бессмертную, перенести центр своего существования. Царство триады не от мира сего, то есть не от мира личности, не от личного мирка, в котором проживает и прячется от беспредельности обычный человек. Царство триады беспредельность, царство триады пространство и космос и бесконечная жизнь.